Всем привет из горного похода по Киргизии! И сегодня я расскажу вам о том, как выбрать мембранную куртку, а также о том, в какой мембранной куртке я ходила в этом году во все походы. Начнем с того, что есть два типа мембранных курток. Одни из них очень качественные и очень дорогие, но при этом очень хрупкие. И второй тип мембранных курток более дешевый. У них намного хуже параметры паропроницаемости и влагонепроницаемости, но зато они намного дешевле и они не такие хрупкие. Если взять дорогую мембрану, то за один год походов она у вас может испортиться и уже не работать. В то время как более простая мембрана прослужит достаточно долго. Если рассматривать горный поход, то мембранная куртка постоянно трется о лямке рюкзака, например, вот в этом месте. Также очень сильно трется о скалы при прохождении каких-то сложных участков маршрута. Поэтому достаточно легко ее, ну в принципе, даже порвать и уж точно как-то поцарапать, потереть и так далее. Поэтому я для своих сложных походов выбираю все-таки более дешевый вариант мембранной куртки. И пока за несколько лет меня они еще не подводили. Так что продолжаю их использовать. При выборе мембранной куртки почти у всех основной вопрос встает по поводу параметров паропроницаемости и влагонепроницаемости. Расскажу только свой опыт по поводу этого. У меня есть куртка с параметрами 20 тысяч и есть куртка с параметрами 4 тысячи. Обе эти куртки я использовала в очень сложных... Говорить здесь даже сложнее на такой высоте. На такой высоте даже говорить быстро сложнее. Обе эти куртки я использовала в очень сложных походах. И разницы не заметила. Все прекрасно работало. Они обе не промокают и обе дышат. Так что я окончательно перестала смотреть на эти параметры. Да, небольшое уточнение. Если дождь будет идти несколько часов подряд и такой ливень, уже никакая мембрана не выдержит. Поэтому тут уже поможет только костюм ОЗК. Потому что любая мембрана это все равно не клеенка. Полностью не пропускает воду, только клеенка. Второй вопрос это строение мембранной куртки. Строение это наличие карманов, всяческих молний, юбки. И это все очень на любителя, очень по вкусу. Но стоит помнить только о том, что наличие всех этих лишних приблуд влияет очень сильно на вес куртки. Например, вот эта куртка очень минималистичная. Она весит всего 400 грамм. А вот эта куртка, я чуть попозже расскажу, сколько в ней всяких классных штук, но она весит килограмм 100. Молнии. Например, у этой куртки молния водонепроницаемая сама по себе. И здесь не нужно вот такую дополнительную штуку делать из ткани с липучками. Это уже уменьшает вес. Молнии на карманах обычные. Ну ладно. У этой куртки два объемных кармана. И мне, в принципе, этого хватает. Конечно же, есть капюшон. И регулировка капюшона. Здесь сзади, чтобы его сделать немного. Ну вот так вот. Или наоборот вот так вот. Утяжка капюшона. Это тоже очень важно. Еще у этой куртки есть проветривание подмышками. Ну, я его, кстати, никогда не использую. Поэтому, например, для меня можно было бы эту функцию тоже исключить. Было бы еще легче. Вот, собственно, и все. Как я и говорила, эта куртка очень минималистичная. Теперь посмотрим, что есть у этой куртки. Кстати, недавно только что обратила внимание на то, что у нее даже капюшон отстегивается. То есть, это еще дополнительная молния. Это вообще пипец, конечно. Это все очень круто, если вам абсолютно не важен вес. У нее еще есть юбка снизу. Ну, то есть, тут вот фиксируется. И якобы ветер не поддувает. Ну, в общем-то, мне и так как-то не поддувает. Вот то, о чем я говорила. Здесь молния не водонепроницаемая. И дополнительно есть вот такая штука с липучками. Это дополнительный вес. Всякие кармашки на рукавах. Это все на ваш выбор. Ну, и, конечно же, здесь тоже есть проветривание подмышками. Тут уже вам выбирать, что вам важнее, что вам удобнее. Просто стоит помнить о весе. Ну, конечно, зачем капюшон у этой куртки отстегивается? Ну, это прям вот совсем мне непонятно. В этом году я хожу в мембранные куртки Коламбия. Чем она меня привлекла? У нее очень низкий вес. Всего 400 грамм. При том, что это достаточно плотная куртка. Я не рассматриваю куртки мембранные для бегунов, которые прямо очень-очень тоненькие. Потому что, если взять такую куртку, все равно придется брать вместе с ней в поход либо дождевик, либо какую-то ветрозащитную куртку. Я не беру дождевик, не беру никакую другую куртку. Я беру в поход только одну куртку. Поэтому мне нужно, чтобы она была достаточно легкая, при этом, чтобы она работала. Защищала от ветра и 100% защищала от дождя. И, конечно же, дышала. Конечно же, прежде чем взять ее в очень сложный горный поход, я тестировала ее на майском сплаве. Когда у меня был с собой и дождевик, и еще одна куртка, тест прошел великолепно. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, взяла эту куртку в свой первый этим летом поход на Алтай. И вот сейчас в горную пятерку. Кстати, Коламбия вообще на своих изделиях из мембраны не указывает параметры паропроницаемости и водонепроницаемости. Я, конечно, понимаю, что проводятся испытания. Водяным столбом давят на все эти ткани, и они это выдерживают. Но это проводится в идеальных условиях. Когда мы покупаем куртку, буквально через один поход она становится уже не новой. И непонятно, насколько эти параметры вообще сохраняют свою актуальность в дальнейшем использовании. То есть таких испытаний уже не проводится. А может проводится, не знаю. В общем, в моем опыте это не важно. Вот, например, такая небольшая история. Очень давно, еще в 2009 году, я купила себе первую мембранную куртку. Для меня это было очень дорого. Поехала я в первый альплагерь. В альплагерь Дугаба, кстати, там прикольно. И там на какой-то первой же горе, а я такая красивая, в желтой мембраночке. И на какой-то первой же горе мне инструктор такой, ну давай, здесь мы спускаемся по спортивному. Я такая, ну окей, по спортивному. Один спуск по одной веревке-полтинник по спортивному. И вот, вот что стало с моей новой мембраной. Кстати, больше, ну больше я эту мембранку не брала в горы. Я ее брала только там на велике покататься. Потому что вот-вот, это было просто, просто слезы были у меня на этом восхождении. Потому что один спуск и новая мембрана, все, в дырочку. Конечно же, и сейчас в походах у меня бывает коцается мембрана, а скалы, потому что там лезешь, лезешь вдоль каких-то камней, каких-то остров выступов. И ты со всей любовью обнимаешь эти выступы, держишься за них как можно сильнее и крепче. Так что не очень-то уж важно, вот там в горах становится, насколько ты сейчас порвешь или не порвешь мембранку. А если бы я купила мембранку, например, за 20 тысяч, наверное, бы я в горах думала о том, что она стоит 20 тысяч. А может быть, не думала бы, не знаю. Но лучше об этом не думать, это точно. Лучше обнимать камни. Так что при выборе мембранной куртки я вам советую обращать внимание не на параметры, водонепроницаемости и паропроницаемости, а скорее на рекомендации, тесты людей, которые уже ходили в этих куртках. Подбирайте снаряжение с умом и помните, что очень большая цена, это не всегда гарантия качества. Кстати, для тех, кто не знает, что такое горная пятерка, это очень сложный спортивный горный поход. Я не могу представить место, где еще важнее качество снаряжения, чем здесь. Думать здесь о снаряжении, это уже последнее. То есть куртку одеваешь, она должна работать. Ты не должен волноваться, что промокнешь. Ботинки одеваешь, они должны держать на камнях, должны не промокать тоже. Рюкзак должен сидеть удобно, потому что он тяжелый. Когда ты лезешь на перевал, тебе не до всего этого. Поэтому снаряжение подбирается очень тщательно. И, конечно же, очень важен вес, поэтому про вес я говорю везде и пишу везде. Даже если у вас не такой сложный поход и у вас в принципе не очень тяжелый рюкзак, тем не менее, чем легче ваш рюкзак, тем веселее ваш поход. Всем удачных походов! С вами была Ксения Суханова. До встречи в горах! А теперь я, пожалуй, пойду в палатку, потому что вот оттуда идет не очень приятная туча. Продолжение следует...